Так, стоп, подождите, давайте внесем коррективы. Давайте, поехали. Вы и корм отдаете? Пока нет. Но нам нужно, чтобы возникали отрезки самостоятельного движения. Нет, вы не понимаете меня. Вы должны либо сорвать руку с траектории, она должна самостоятельно идти. Корм это две функции, наведение кормом и кормление кормом. Вам нужно, вот как я вам показал, последние вот эти отрезки, чтобы она сама шла. То есть, либо вы должны отдать корм ей раньше, и она потом проходит какой-то отрезок самостоятельно. Либо вы должны вырвать руку вот с этой траектории, то есть убрать руку с наведения. Но это хуже, сложнее, потому что она шла за рукой, корм не получила. Для вас сейчас критерий, это то, что она ходит, не получая корма. Вы двигаетесь вот в этом направлении развития, что вы ей не каждый раз отдаете корм. А я вам говорю про другое направление развития. Когда вы ей корм даете каждый раз, но зато она уже начинает работать более самостоятельно, просто помнит вот этот путь, этот, ну, можно сказать, стереотип двигательный или шаблон. Он, ну, главное, что она помнит траекторию, по которой она должна идти. И она идет без наведения. Так, значит, как мы работаем практически? На щенка мы водим, да, корм перекладываем, все прекрасно, вот он бегает. Дальше нужно двигаться к идеалу, развиваться. Значит, первое, что приходит на ум, это мы начинаем корм давать не за каждую ногу. То есть две-три ноги сделал и получил корм. Ну, это полезно, да, развиваем мотивацию, развиваем настойчивость. Но, в общем-то, это, если долго на этом уровне сидеть, это путь в никуда. Кардинальное, как бы, движение вперед, к лучшему результату, заключается в том, что вот эту руку, которой я веду собаку, значит, корм начинаем отдавать не вот здесь вот, где на начальном этапе отдаем, а вот здесь. Чтобы щенок здесь корм сожрал, и вот этот маленький отрезок, он идет без наведения. То есть у нас, с одной стороны, задача снизить количество корма за упражнение, и вторая задача, более важная, более главная, уйти от наведения, чтобы собака сама уже понимала траекторию движения, делала ее по команде. Поэтому обвел, дал здесь, обвел, дал здесь, потом обвел, дал здесь, обвел, дал здесь, обвел, дал здесь, там обвел, дал в этой точке, потом в этой точке, и уже весь этот путь собака бежит сама, щенок. Но, естественно, это делается не за один раз. И еще что хочу сказать, что не надо стоять вот просто вот тупо, статично. То есть вот, допустим, щенок вот сюда вышел, и он заглох, но не идет он, да, то есть вот на полный обход, раз, ногу чуть-чуть, хоп, он уже оказался как бы фронтально. Прошел здесь, хоп, немножко так можно повернуться. То есть чуть-чуть нужно двигаться. Плюс ко всему сюда щенок идет, можно вот так отклониться. Ну, то есть освободить ему здесь пространство, здесь освободить пространство. То есть нужно быть живым человеком, а не мертвым статичным каким-то препятствием. Вот, сейчас я возьму, значит, щенка. Вообще мы собрались здесь для того, чтобы позаниматься защитой, поэтому я не буду долго его мучить послушанием. Вот, но я сейчас попробую быстро показать вот эту саму схему отрыва собаки от корма. То есть, чтобы собака уже более самостоятельно начинала работать, более самостоятельно бегать вот эту восьмерку. Нажал? Так, ну вот, тут здесь как раз у нас щенок. Приступаем. В каждом куске у меня, вернее, в каждой руке у меня несколько кусков. Давай, ходи. Вот, во-первых, вот здесь такой момент. Рассел сюда рукой. Вроде поелся ты чуть-чуть немножечко. Давай, ну-ка, ходи. 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 Ну, ходи. Так, ходи. Ходи. Ой, молодец. Ходи. Хорошо. Ходи. Ходи. Давай, 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 давай. Вот, ходи. Хорошо. Ходи. Так. То есть, вроде бегать, но это, естественно, не за один раз сделано. И вот в идеале корм должен вообще здесь быть. О, ты молодец-то какой. Вот, сам, сам, сам. Вот она еда. Ходи. Да. Ходи. То есть, это вот очень важный момент. Ходи. То есть, оторвать упражнение. Ходи. От наведения. Ходи. Когда вот он ради корма. Ходи. Уходит в упражнение. Ходи. Уходи. Давай. То есть, он работает, естественно, за корм. Ходи. Но уходит от корма на работу. Это вот и есть такой важный момент. Такой переломный момент в грессировке. Потому что можно годами только, значит, кормом там сидеть, лежать. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, мне нравится.